Всем привет! Ура, мы в Мексике! Осталось дело за малым, дотащить вот этих ребят до отеля. Поехали! Так, мы наконец-то нашли наш трансфер. Это оказалось, что задачка со звездочкой. Что-то я нашу фирму не видела, потому что это наша фирма под одной огромной фирмой. Но, слава богу, назойливый таксист, который нам предлагал свои услуги, все-таки нам помог найти нашу фирму. Едем дальше. Мы, конечно, очень ждем вашего инклюзива, но пока у нас игречка в автобусе с курочкой. Пожалуйста. Аллилуйя, мы на месте, и хорошо нам Маркус следите за нами для всех. Там мы наконец-то заселились в комнату. Короче, Маркус просто очень молодец. Ни разу не пикнул, не крякнул. Вчера у нас было день рождения, до этого у нас были какие-то там сборы. Короче, одним словом, два дня мы не выходили из дома никуда. Ну, как не выходили? Я его взяла в магазин, потому что надо было ехать. Короче, все за счет упирался в сборов. И ему так надоело быть дома. Он так уже начал поднывать. Особенно вчера. Даже хоть несмотря на то, что был день рождения, мы его веселили полдня. Но когда начали сборы, все. Сегодня мы летели, ехали на машине, на автобусе. Нас не могли заселить в номер. Мы кушали в чужом месте. Мы сидели в баре. И чувак ни разу не крякнул, потому что что? Потому что он настоящий тусовщик. Окей. Наша комната. Ой. Наши с Маркусом апартаменты. Лаундж зона. Даже терраса. Кстати, мне нужно, чтобы было где сушить белье. Потому что после самолета мы все грязные. Заметьте, да? Угу. Цветовая гамма. Спасибо, Монки. Это все. О, супер-супер. Даже есть какие-то водатели. Все. О-о-о. Маркус, а мы в порядке. Секси ванна. Две раковины и души. Ой. Мне кажется, что мы с Маркусом отлично проведем время. Теперь главное переодеться и пойти искупаться. А вот наш отель. Территория небольшая. Когда я приехала, немножко подрастроилась. А потом, когда я поняла, что мне здесь гонять с коляской, мне очень понравилось. Здесь все достаточно компактно. Значит, вот такие два корпуса. Здесь номера сзади меня точно такой же. Мы живем с той стороны. А потом вот такая очень красивая прогулочная, не знаю, променадик маленький. Вот там зона бассейнов, баров. Вот наш корпус. А вот здесь зона ресторанов и лобби. То есть очень все компактно, мило, да, ухоженно. В этом плане мне, кстати, здесь достаточно понравилось. Опять же, каждый отдых отличается от компании и вообще целью. Так как я здесь одна с ребенком, мне просто идеально. А сейчас мы идем в номер и на пляж. Значит, коляску я оставляю здесь. Все остальное заваливаем на себя, в том числе этого молодого человека. И мы идем на пляж. И главное, посмотрите, какая водичка, да. Ну просто лазурь. Просто лазурь. Но. Блин, а вот так подходишь. Приезжали люди. И вот просто вот такая шняка. Иногда лучше. А вот сегодня просто вот я не знаю. Это печально. Ну и пойдем. Да, вот здесь проход там. Лиза приход чистят. Вот такой акватрактор печально ездит. И вот ребята копают вилами эту траву. Но мне кажется, это вообще не помогает ничего. И мне показалось, что они обратно его в море скидывают. Они счастливают именно береговую линию. А все остальное в море. Короче, вы знаете, по пляжу ходят всякую ерунду предлагают. И ходила женщина, предлагала вот таких, короче, из бисера птичек. Там ну и всякие большие животные. Мне захотелось, потому что денег не было. Сегодня такая же девочка шла. Я ее подозвала к себе. Потому что мне хотелось что-то такое аутентичное. И выстать в браслетике. Ну, как бы в виде сувениров. И, блин, это ручная работа не сразу видно. И просто случилось в это... Полноценное преследование с полицией. Вот, посмотрите, я чуть-чуть их кусочками, фрагментами сняла. Вот такая интересная экспириенс, такой интересный опыт. Покупка просто безобидной птички. Первая девчонка испугалась полицию. Закрыла. Ну, ничего. Потом еще в контент. Она живой. Сейчас покажу, что она продает. Я не сдержалась. Вот, короче, я не сдержалась. Взяла вот такую птичку. Посмотрите, какая красота. Она просто с ума сойти. Хотела зеленую, но взяла что-то розовое, что-то меня подкупило. И вот такие два браслетика. На браслетиках она, конечно, жестко наварилась. Ну, ай, ну что, не жалко. Ну, пускай будет. Ну, вот. Она меня загнула. Нормальный прайс, но чуть-чуть торговались. Вот такая красота. Всегда хотела аутентичное что-то. Ну что, мы здесь, конечно, все время едим. Как бы вот эта порция малыша. Может быть, даже сниму сколько останется. Ну, это как бы моя. Просто омлетик, булочка, сыры и овощи. Капутино, да, как бы? И поверьте мне, он это съест с большим аппетитом. Вкусненько? Омлетик, вафелька, фрукты и авокадо. Мы, конечно, здесь жуткий меш устраиваем. Они все в шоке. Ну, я им просто кладу доллар. Ну и что, это их работа. Они все в шоке, как он кушает. Но он же у меня дома так же кушает. Я думаю, по этому поводу сильно не переживаю. Да? Молодец, вафельку. Короче, только блинчики вафельки кушает. Молодец. Я так хотела Мексику. Я думала, сейчас будет солнышко, море и фрукты. Нифига мне. Вообще, фрукты не тянет. До того, я налегаю нормально на десертики. Это такая красота красивая. Я не могу. Так, у Маркуса макароны, брокколи, группер это рыбка и креветки. Малина, киви. Посмотрим, что он съест. Вот что-то уже пошло обратно. Это у него ужин перед моим мексиканским рестораном. Я тоже не сдержалась. Мама. Так, сначала я думала, что же снимать в Мексике. Но контент приходит сам. Просто сегодня шок-контент. Значит, меня спросили сделать отзывы по поводу там уборки, обслуживания, кухни. И вот то, что вы видели, у меня там просто была живая гусеница. Вот и все. Вот и все. Ну, хорошо, что мы идем сегодня в мексиканский ресторан. Ну, главное, что человек будет доволен. Такой интерьер, да. Флаги. Естественно, я уже заказала маргариту. Так как это традиционный мексиканский напиток. Мне, кстати, нравится, как стал ее употреблять. Красивая посуда. Ой, паренька... Это называется «Прошел час». Парень категорически против уходов в маминах по ресторанам. Но, как вы видите, мама не зовет. В Мексике нужно попасть в мексиканский ресторан. Поэтому, аллилуйя, маргарита мне в помощь. Так, и легкий бьюти-обзор. Значит, Малому взяла вот такой спрей. Мне вообще в последнее время нравится эта фирма. Если смотреть по составу, там, ну, не знаю, сильно не разбираюсь. Себе взяла такой. Для того, чтобы себе спину пшикать. Закончился, ну, я не знаю, за два дня. Вот можно сказать. И уже потом остальные там несколько дней я просто экономила. 170 грамм. Вот здесь еще много я мажу его с себя. Потому что я мажу лицо и шею, которым я обгорела. 88 миллилитров. Но это мой старый с прошлого года. Неплохой крем. С хорошим составом. Вот. И, ну, просто тридцатка. Мне, как бы, немножко не хватает еще тридцатки. 148 миллилитров. Он мне с прошлого года. Как может быть больше всего объем закончился быстрее всего? Потому что эти два белых таких крема, а вот этот аэрозоль. Вообще. И при том, у него очень был плохой состав. Но я брала и за... Та-дам! Та-дам! Я брала и, ну, за то, что я могла себе спину попшикать. Тебе есть что сказать? Моим подписчикам. И забираемся на пляж. Короче, я вот туда иногда сажаю, когда... Ну, мне нужно быстро собраться, чтобы он мне здесь вообще не устраивал дебош. Ну... Ну что? Вот такой у нас настоящий блог получился. Снимала все на телефон. Что вижу, то и пою. Какие-то склейки, скелейки, склейки. Но мне кажется, в целом даже было неплохо. Ну, по крайней мере, нам на память. Маркусу точно понравилось отдыхать. Ну и сладкую булочку. Маркусу точно понравилось отдыхать. Я надеюсь, что мы еще обязательно приедем. Пока ему нет двух лет и пока он едет к нам на халяву.